За последние пару десятилетий компьютеры из профессиональных инструментов для работы превратились в развлекательные системы. И разумеется, это активно поддерживают производители железа. Вот тебе вентиляторы с красивой подсветкой, водяное охлаждение с дисплеем, игровая материнская плата и чтобы все это было видно через закаленное стекло корпуса. Поэтому неудивительно, что водянки, которые всегда были инструментами скорее для гиков, теперь доступны любому человеку. Однако есть ли смысл ставить их в домашний ПК? Давайте разберемся. Не все знают, но внутри обычной медной теплотрубки залита жидкость, обычно вода. Но из-за пониженного давления она кипит при более низкой температуре, к тому же имеет высокую теплоемкость. Короче говоря, это эффективный и дешевый теплоноситель. Разогреваясь и испаряясь рядом с горячей крышкой процессора, она переносится к более холодному радиатору, где конденсирует и вновь по специальному фитилю стекает к CPU, после чего цикл повторяется. В СВО, очевидно, также используется жидкость, однако работает она чуть иначе. Течет она не самостоятельно, а под действием помпы и не испаряется, а просто нагревается у процессора и охлаждается у радиатора. Так что, как видите на деле, обычное воздушное охлаждение не такое уж и воздушное, оно действительно достаточно близко к водянкам. Краткий экскурс в физику закончен, пора переходить непосредственно к компьютерам. Никто не спорит, водянка зачастую смотрится внутри корпуса куда красивее, чем большая башня. К тому же маркетологи специально упирают на топовость. Дескать, ты купил мощный CPU и видеокарту, крутую память и материнку, очевидно нужен классный охлад, то есть водянка. Однако, есть одно важное но. Игры, даже самые тяжелые и процессорозависимые, типа Watch Dogs 2 или Assassin's Creed, просто не могут нагрузить процессор так же, как и бенчмарки или рабочие задачи. Знаете, сколько ест в играх горячий Core i9-9900K в разгоне до 5 ГГц? Все около 70-90 Вт, это в два раза меньше, чем в бенчмарках. Такое количество тепла абсолютно без проблем отведет любая популярная башня за полторы тысячи рублей. Но вы можете сказать, под водянкой в играх можно добиться 40-50 градусов, когда лучшие суперкулеры скорее всего смогут охладить топовый CPU лишь до 60-70. Да, тут все верно, СВО действительно снизит температуру процессора в играх, а зачем? Что вам это даст? Позволит повысить частоты? Вряд ли, вы скорее упретесь в возможности самого CPU. Увеличит срок жизни? Ну да, проживет кристалл не 30 лет, а 20, это действительно большая разница. Ну а что по шуму? Водянки всегда считаются более тихими, но так ли это на самом деле? Скорее нет, чем да. Проблема тут в том, что радиаторы СВО более плотные, чем у воздушных кулеров, поэтому чтобы продуть их, нужны мощные высокооборотистые вентиляторы с большим давлением, а такие вентиляторы серьезно шумят. За примерами далеко ходить не нужно. Возьмем достаточно крутую двухсекционную СВО NZX Kraken X62 с двумя родными 140-мм вентиляторами и сравним с суперкулером Pantex PHTC14 с такими же вертушками, которые вдвое дешевле. Эффективность этих двух решений сравнима, а вот шум. Раскочегалив вентиляторы в водянке на максимум, можно получить аж 61 дБ. С таким уровнем шума поработать получится только в наушниках. При этом у Pantex все куда лучше, 49 дБ, можно сравнить с урчанием холодильника и такой шум сложно назвать громким или отвлекающим. Ладно, скажете вы, не все играют, многие на компьютере еще и работают. Обработка видео, 3D рендеринг, различные расчеты, все это сильно нагружает процессор и даже суперкулеры тут не справляются. Увы, но в случае с Ryzen 3000 или Intel 8 или 9 поколения это не так. Проблема большинства десктопных процессоров от Intel, начиная с третьего поколения, это терможвачка под крышкой. В случае с топовыми Core i5, i7 и i9 последнего поколения компания перешла на припой, но как показывают тесты, его качество тоже оставляет желать лучшего. Что же в итоге получается? Crystal CPU очевидно сильно разогревается и цель термоинтерфейса передать это тепло на крышку, откуда его сможет отвести охлаждение. И как вы уже догадались, терможвачка делает это из рук вон плохо. Как показывает практика, снятие крышки и замены этого термоинтерфейса на жидкий металл позволяет снизить температуру CPU зачастую аж на 20 градусов. В случае с припоем разница меньше, но все еще внушительная, до 8-10 градусов. Вот и получается забавная и грустная картина одновременно. Ваш суперкуллер или водянка в теории могут отвести 200-250 ватт, а на практике из-за экономии Intel ваш процессор, потребляя 150 ватт, уже перегревается. Конечно, как я уже сказал, вполне можно скальпануть процессор, однако согласитесь ли вы это делать с вашим рабочим CPU, тем самым теряя гарантию и рискуя его повредить? Далеко не факт, а без этого СВО будет бесполезно с тем же Core i9-9900K. В случае с Ryzen 3000 ситуация интереснее. С одной стороны, AMD использует качественный припой, его замена на жидкий металл в лучшем случае подарит вам пару градусов, так что игра не стоит свеч. Но вот сами кристаллы с ядрами маленькие. Более того, у топовых CPU их две штуки, они рядом. Ну и к тому же они расположены с краю, когда обычно лучший прижим и охлаждение, что суперкулеры, что водянки, обеспечивают в центре. Это я простым языком объяснил, не нужно кидаться какашками. В общем, всё это приводит к тому, что Noctua NH-U14S, способный удержать температуру 100-ваттного Ryzen 7 2700X в жёстком Prime 97 на уровне 75 градусов, с трудом справляется с таким же 100-ваттным Ryzen 7 3700X, удерживая температуру последнего чуть выше 90 градусов. Так что очевидно, попытка заменить кулер на водянку тут ничего не даст. В высоких температурах виновата не качество воздушного охлаждения, а внутренние особенности самих Ryzen 3000. Также, возможно, кому-то придёт в голову другая интересная затея – взять более слабый CPU и раскочегарить его с помощью СВО до уровня более старшего. Замечательно. Поразительно. Гениально. Увы, эта затея, опять же, неосуществима. К примеру, чтобы шестиядерный Core i5-9600K добрался до уровня производительности восьмиядерного Core i7-9700K, его нужно ускорить на треть, то есть повысить частоту до 6 с копейками ГГц. Очевидно, что водянки для этого мало. Нужен уже жидкий азот. Получается, водянки не нужны? Конечно, нет. Они всё ещё нужны там, где и раньше – в топовых рабочих станциях. Взять, к примеру, тот же AMD 3Dripper 3990X. 64 ядра, 128 потоков, теплопакет в 280 Вт, однако на деле он потребляет все 350, при этом у него 8 процессорных кристаллов и каждый из них греется не очень сильно из-за не самых высоких частот, то есть таких проблем, как у Ryzen 3000, нет. Вот и получается, что нужно с достаточно большой площади снять овер 300 Вт. Даже большие суперкулеры тут справляются на пределе возможностей, а вот для трехсекционных заводских СВО или же самосборов это не проблема. Это же касается и топовых 28-ядерных Xeon и прочих high-end процессоров. У них гигантские тепловыделения и водянка для них must-have. Ну а что насчёт видеокарт? Тут всё интереснее. Во-первых, видеокарты Nvidia имеют умный драйвер, который слегка повышает частоту при снижении температуры. Правда, разница едва ли превысит полсотни МГц, что даст в лучшем случае пару FPS, так что отдавать за это лишние 15-20 тысяч рублей за водоблок явно не стоит. Во-вторых, есть видеокарты, тепловыделение которых из коробки улетает в небеса. Взять, например, ту же AMD Radeon RX Vega 64 с заводским СВО. Её тепловыделение в Crysis 3 достигает аж 370 Вт. При разгоне свыше 450 Вт. Очевидно, тут даже массивная воздушная система охлаждения с тремя вентиляторами скорее всего не справится, а вот СВО вполне. Думаете, у Nvidia меньше? Как бы не так. Взять, например, Asus RTX 2080 Ti Matrix. Её официальный BIOS позволяет поднять TDP до 360 Вт. Более того, для GTX 1080 Ti существуют полностью разлоченные BIOS, с которыми тепловыделение уходит за 400 Вт. Разумеется, отвести такое количество тепла сможет лишь качественное СВО. Но опять же, стоит понимать, что такие заоблачные TDP имеют лишь топовые видеокарты и то под серьезным разгоном. У большинства среднеуровневых Nvidia GTX, RTX или AMD RX 5000 тепловыделение находится на уровне 150-200 Вт и с этим вполне справляется воздушное охлаждение с парой вентиляторов. Тратить деньги на СВО в случае не топовых видеокарт просто нет смысла. Будет выгоднее купить более мощную видеокарту, чем пытаться выжать все соки из более слабой. Теперь перейдем к минусам. Чем хороши обычные кулеры? Они требуют минимум обслуживания. Достаточно раз в год продувать их от пыли, и он, верой и правдой, прослужит вам много лет. Самое худшее, что может случиться, это перестать работать вентилятор. Однако с учетом того, что практически всегда они имеют стандартные размеры, его можно легко заменить и пользоваться дальше. Что касается водянок, то тут целый букет возможных проблем. Самое банальное, это протечка. Да, с современными СВО это редкость, но все же на различных форумах можно встретить посты с душераздирающими историями о том, как протекшая водянка убила все ниже и по течению, а это обычно не самая дешевая видеокарта и блок питания. Вторая и куда более массовая проблема заиливания. Как говорится, вода камень точит, а уж пластик трубок тем более. Ситуация еще усугубляется, если вода подкрашена. Как итог, кто-то через год, кто-то позже, но все же достаточное количество людей сталкиваются с тем, что в лучшем случае вырастают температуры CPU, а в худшем забитая жижей помпа просто перестает работать. И приходится разбирать всю систему, чистить радиаторы и помпу, после чего заливать новую воду. А ведь далеко не все СВО разборные, хватает и необслуживаемых. Их в таком случае, если кончилась гарантия, можно смело нести на мусорку. Ну и третья проблема – умирает помпа. Это бывает и из-за жижи, и просто потому, что это механика. Да, у современных помп время наработки на отказ зачастую составляет десятки тысяч часов. Но так везет далеко не всем. Опять же, помпа меняется не везде, обычно только в кастомных СВО. Конечно, стоит понимать, что возможно вам повезет, и у вас водянка проработает пять лет без проблем. Но подумайте над тем, что будет, если вам не повезет. Особенно, если учесть, что у воздушного охлаждения вышеуказанных проблем вообще нет. Ну и я подведу итоги. Водянка не помогает в разгоне современных CPU. Водянки не тихие. Водянки дорогие. Вопрос, а зачем их вообще брать в обычные компьютеры? Ну разве что очень хочется. Во всех других случаях лучше обойтись суперкулером и оставить СВО для тех случаев, когда они действительно нужны. А именно для топовых рабочих станций. Своё мнение пишите в комментариях и не забывайте поставить лайк, если вам видео зашло. Напоминаю, что ОМК довольно крупное сообщество в ВК. Там и новости можете почитать, и обсудить железо. И заглянуть в наш магазин с готовыми сборками ПК. У микрофона был Михаил Крошин. Я больше не болею и вам желаю того же. До скорых встреч.